Вот сейчас расскажешь. Хорошо. Ладно, давай начнем. Привет, Дим. Привет, Костя. Ты у нас проходивший очень-очень давно тренинг директологов 4, один из самых активных пользователей мастер-группы, между прочим, и один из, кстати, победителей. Ты же у нас победитель тренинга директологов. Да, есть такое. То есть ты у нас почетное первое место занял, задавал самые грамотные вопросы и всегда давал грамотный фидбэк. Скажи, пожалуйста, как получилось, что ты узнал о моих, ну, возможно, видеоуроках, скорее всего, насколько я помню из твоего видеоотзыва, и что тебя побудило вообще пойти на тренинг директологов? Да, сейчас расскажу эту историю. В общем, вроде тогда я на БМ еще был, но я вот не помню сейчас точно. Вот, занимался цветами. Тема, в принципе, работала. Но потом с партнером разошлись. Мне всегда как бы привлекала тема трафика. То есть на БМ много рассказывали, меня это так задело очень сильно. То есть хотелось побольше узнать. Вот, в принципе, начал лазить в интернете. Я уж не помню, как, что, где. Наверное, на Ютубе нашел ролики. Там были бесплатные. То есть записи, как настраивать. То есть все пошагово. Как настроить, как собрать ключи и так далее. То есть я начал делать бесплатно. Там пару партнеров нашел в тренинге как раз. То есть вот там шкафы купе были. Человек занимался. То есть я ему предложил бесплатную настройку. Все, в принципе, настроил. Даже в те времена настроил по бесплатным урокам. У нас пошла тема. И ты как раз оставил мне отзыв. В принципе, где... Да, да, да. Мне было... Вау, это так классно. Была акция. Ну да, по сути, акция. То есть ты там написал, что вот оставьте отзывы. И я выберу бесплатно из этих отзывов уже в итоге кто там поедет в Москву на живое. Или, в принципе, можно трансляцию смотреть. Ну, понятное дело, прямо вот все подкатило. То есть я только вошел в тему. У меня начало получаться. И записал отзыв. Такой восторженный, эмоциональный. Еще на тем же винах. Все отправил. В принципе, не ожидал, конечно, что я выиграю. Но в итоге... Причем конкурс был большой. Там отзывов 40, наверное, было. Я видал. Я видал, но там было много людей. В итоге я поездку поиграл. Я еще с родителями жил. Сказал, все, там мама, папа, еду. Я уважаю в Москву. Не жалите меня. Но страхово было, что город, в принципе, большой. Но я думаю, что терять нечего. Все, поехал. Вот так и прошло все это дело. И встретились с тобой реальные пацаны. Так, окей, я понял. Ты приехал на тренинг директологов. Это было давно. Это был аж 14-й год. Да, 14-й. Это было давно, я понимаю. Но попробуй вспомнить, что тебе вообще понравилось на тренинге директологов. Какие темы были интересны? Что ты для себя нового вытащил с тренингом? Сейчас, конечно, я не знаю, что на тот момент я знал. Но если так посудить, в принципе, не сказал бы, что знал основу. В принципе, я знал основу по бесплатному видеоурокам уже на тот момент. Мне, конечно, было интересно узнать такие тонкие детали. То есть различные. Сейчас я не могу вспомнить, просто не помню, что я знал на тот момент. То есть там всегда были тонкие детали. То есть скрипты, вот я помню, мы там писали, то есть как общаться с клиентами, что им говорить, как им цену, то есть говорить свою. Вот, то есть я помню, сидели на стуле, вызывали и спрашивали. Ну, типа звонят друг к другу и говорят, я не помню. То есть смешно было. Так-то позитивно. И люди рядом тоже сидят, которые вместе с тобой обучаются. Все круто сразу. Вот что самое крутое, это обратная связь есть сразу. То есть есть вопрос, сразу спросил, все, закрепил, ты понял. То есть главное понять. И все, вот это у меня даже сейчас есть такая проблема, нет обратной связи вот тогда. То есть при живом участии обратная связь. Ну и тонкости, конечно. Ну я, кстати, сразу могу сказать, что мы перешли в онлайн, потому что там обратная связь была еще больше. Ну вот это я тебе так ремарчу, скажу свою. Окей. Ну вот, в принципе, все, ну я там еще пару клиентов нашел из этих же учеников. Ну тогда подумаешь. Не, ну мне это дало, в принципе, большой шаг. Вот это Артема клиент, который кедами занимался, он мне... У него, то есть был бюджет на рекламу, это, в принципе, был почти мой самый такой адекватный клиент, который партнер даже рассказал. То есть это дало мне огромный шаг в сфере рекламы. То есть было где тестировать, какие-то фишки настраивать, там искать лендинги какие-то, которые вместо его интернет-магазина БМ-шопа замызгнал воды и тусси. Ну было куда идти. Вот. В принципе, вроде все, что я помню. Окей. Ну расскажи... А, кстати, расскажи про мастер-группу. Вот про группу как... Группу ВКонтакте. Как она тебе вообще? Ну, то есть пользуешься ты ей, не пользуешься? Ты пользуешься ей. Я почти каждый день захожу, в принципе, смотрю. Иногда отписываюсь. Ну, там частенько глупые всякие вопросы, ответы, то есть на них нет смысла отвечать. Ну и раньше, конечно, вопросы сам задавал. Но сейчас бывает, конечно, но редко. Создаешь. Предлагаю иногда, что создав купоны, может, какие-то и что-то еще. Вот. Ну как, когда был четвертый поток, там еще не так было много людей, там не так было, в принципе, не такая живая, как сейчас. Ну, сейчас, я не знаю, посоветовал бы ребятам, да и я сам тоже вот заходить, если что-то есть вопросы, спрашивать, может, подсказывать, то есть оживлять группу. Ну, я думаю, дальше будет еще круче. Конечно. Окей. Что у тебя случилось после тренинга? Прошло два года, что-то явно произошло. Как ты себя вообще сейчас чувствуешь? Что у тебя происходит? Ты же подсел на трафик, как-никак, в принципе. Ну, то есть... Да, подсел. Это как игла. Да, подсел на иглу трафика. Вот. Ну, за два года, конечно, многое случилось. Были... Было очень много моментов, когда я вообще хотел перестать заниматься директом. Думал, надо найти что-то такое просто продавать. Даже заказать у кого-то настройку и просто заниматься какими-то продажами, что-то еще. Но все время возвращался, то есть, к директу. Мне как, я, например, сижу там полгода, да, что-то настраиваю. Единожды, директолог навсегда. То есть, я не смотрю там никаких видео, ничего, то есть, там, в течение, например, даже месяца три. То есть, у меня как-то желание утихает, что-то настраивать, что-то там не получается. То есть, думаю, так все бесит. Вот, клиенты там сейчас вообще неадекватны. Вот, а потом раз посмотрю, например, твой ролик какой-то на ютубе случайно. То есть, там, новая какая-то фишечка, новый намек, то есть, ретаргетинг там как-то так сделать. То есть, РСЯ по-другому как-то там, знаешь. И то есть, что-то новое узнаешь и хочется сразу делать, сразу садишься за компьютер и идешь в атаку. Ну, за два года в итоге клиентов сейчас я не ищу, они приходят сами. То есть, поначалу, конечно, сам ходил просто тупо там в компании, предлагал даже в лоб, звонил, на встречи закрывал, что я только не делал. Даже немного обманным путем и могу рассказать подробнее. Не надо. Это не обманный, конечно. Ну, я понял, о чем ты говоришь. Истинный продажник. Да. И, ну, не ищу клиентов, то есть, люди сейчас приходят сами, от знакомых, от партнеров, от самих клиентов, клиенты. Сарафанное радио хорошо. Да, то есть, но со многими не работая. Во-первых, если там ниша не подходит, я сразу говорю, что смысла нет заниматься. То есть, или спроса нет по перьме, как бы, или что-то еще, чтобы не заморачиваться и чтобы люди потом не говорили. И сейчас же клиенты такие мне объяснили, что это не 100% нет гарантий. Они-то думают, что вот сейчас захожу, и все, пойдет. И все, и деньги сами посыпятся. Да. То есть, и работаю на пассиве, в принципе. У меня есть где-то сейчас 4 компании. Я решил вот с недавнего времени не искать новых клиентов, чтобы не распыляться, а прорабатывать максимум каждую компанию. И, то есть, я работаю за процент. То есть, в итоге, чем они больше зарабатывают, тем больше зарабатываю я. Окей. Сейчас. Тогда следующий вопрос, ну, последние два. Первый вопрос – это кому ты порекомендуешь тренинг? Ну, потому что тренинг – это такая вещь, ты приходил, у тебя уже чуть-чуть был опыт, ты посмотрел бесплатные уроки. Ты, кстати, и сразу же второй вопрос. Что ты ждешь от тренинга директологов 10 потока, на который ты, в принципе, идешь? Понял. Ну, кому посоветую? Да, в принципе, от начинающего до уже нормального пользователя, директора. Ну, кстати, это удивительно. Ты идешь как раз после двух лет еще раз на тренинг директологов, уже опытный, в принципе. Не, на самом деле, я смотрел очень много различных тренингов, различных специалистов, но ничего вообще нового почти, что у них я и не находил. То есть, там какой-то бред. Вода, вода, вода. Да, даже я скачивал тренинги, просто не покупал, потому что непонятно, что там. И то есть, все равно чушь. Вот. В принципе, порекомендовал, как и сказал, новичкам и уже таким посидевшим. Пользователям, которые с самого начала там… Я уже сам посидел. Асоциальный момент. И чего я жду? Ну, для себя. То есть, почему я вообще пошел? Я понимаю, что у меня есть боли в аналитике, это первое. Вот. И у меня проблемы с гуглом. То есть, я, в принципе, понимаю. Ну, поиск-то, это, в принципе, пигня. Это, они очень похожи с директом. Там просто есть настройки и пополнения. Ну, ты уже в директе то же самое сейчас почти что. Вот. С КМСом у меня проблемы. То есть, как таргетироваться, как что. То есть, смотришь видео, здесь все равно непонятно. И, в-третьих, мне нужна обратная связь. То есть, в любом случае. То есть, смотреть видео – это одно делать, да, делаю. Но у меня как будто в голове все раскиднуло. Тут, там. То есть, надо все собрать в кучу. Я хочу привести все в порядок. И в итоге не просто знать, а улучшить свои компании. И, соответственно, больше зарабатывать после тренинга. Окей. Спасибо, Дим. Тебе спасибо большое. Спасибо.